Не по сценарию. Церемония вручения Оскара этой ночью не обошлась без скандалов. Кому из голливудских звезд пришлось вернуть статуэтку? Какие фильмы оценили киноакадемики? И почему имя американского президента так часто звучало со сцены? Дмитрий Анопченко обо всём подробнее. Позади неделя споров о политике, о громких заявлениях актёров, о том, что происходит в Лос-Анджелесе, и лишь теперь, когда результаты наконец-то объявлены. Голливуд говорит о большом кино. Ни один голливудский сценарист, а план церемонии продумывает целая команда, в жизни не мог себе представить такого поворота событий и таких эмоций. В финале при объявлении лучшего фильма перепутали конверты и со сцены объявили о победе картины «Ла-Ла Лэнд». Но момент триумфа съёмочной группы был недолгим. Церемонию прервало сообщение «Оскара придётся отдать». Ведь в номинации на самом деле победил совсем другой фильм «Лунный свет». В зале происходило невероятное. Радость одних, расселенность других. Никогда за почти 90-летнюю историю премии не случалось такого промаха. Последние 20 минут моей жизни были просто сумасшествия. Не думал, что она может измениться столь драматично, как за эти полчаса. Этот фильм победил на волне политкорректности. После того, как в прошлом году киноакадемики не дали номинацию ни одному чернокожему. И вот он, ответ на обвинение в расизме. Афроамериканцы представлены во всех номинациях, а победу всё-таки отдали жестокой драме о судьбе темнокожего гея. Ленте, на которую вряд ли особо откликнется зритель, но она идеально попала в голливудский тренд. В то же время «Ла-Ла Лэнд», который в финале «Оскара» не получил, всё равно ведь собрал шесть статуэток, и уже сейчас его называют классикой жанра. В основном благодаря музыке, настоящим хитам и работе Эммы Стоун. Она признана лучшей актрисой. Саму Мэрил Стрип обошла. Нереальность. Это, пожалуй, единственное слово, которым я могу описать происходящее. Этот же фильм получил «Оскара» за лучшую режиссуру. Лучший актёр. Кейси Аффлек. Младший брат куда более знаменитого Бена Аффлека. Его работа «Манчестер у моря» – драма, которая, в общем-то, не претендует на концептуальность. Лента, в которой не так много действия, но эмоции настоящие. Картина даже может показаться несколько затянутой, но актёрскую работу Аффлека киноакадемики оценили. Вручение «Оскара» – это всегда нервы, всегда эмоции, но в этот раз была и дополнительная интрига. А кто из актёров, выйдя за получением знаменитой статуэтки, упомянёт не только тех, кому благодарен, но и президента Трампа? Кто скажет политическую речь? Эти несколько часов церемонии стали соревнованием. Кто ярче пошутит над новым президентом и его семьёй? И кто жёстче выскажется о его политике? «Ты, наверное, в платье от Иванки», – троллил ведущий Мэрил Стрип. Что это Трамп никаких твитов не пишет? Давайте пошлём ему сообщение. И действительно, отправил в прямом эфире. «Есть в зале СНН и другие лживые СМИ. Выйдите немедленно!» – шутил Джимми Киммел. При получении одного из «Оскаров» победители посвятили свою награду иммигрантам. При объявлении номинантов в эфире неожиданно прозвучала фраза «Я против стены». А иранский режиссёр, который не смог приехать, так и вовсе прислал заявление с осуждением иммиграционных указов. Его со сцены зачитали. В целом ни одного президента Америки ещё не вспоминали. В ходе церемоний так часто и так критично. И это тоже впервые в истории «Оскара». Об этом сейчас говорят очень многие. Кто с растерянностью, кто с болью, кто с недоумением. Большая политика меняет большое кино. И даже «Оскар» изменила. Но есть здесь надежда. Надежда на то, что и кино, в свою очередь, тоже сможет изменить Америку. Из Лос-Анджелеса. Дмитрий Анопченко. Американское бюро телеканала «Интер». Американское бюро телеканала «Интер». Оскар've бюро телеканала «Интер»